Всем привет, с вами Данил. В этом видео я расскажу, как создать загрузочную флешку с записанным на нее образом операционной системы Android для ПК. Эта инструкция также подойдет для создания флешки с любой другой операционной системой помимо Android. Для создания загрузочной флешки вам понадобится прежде всего образ в формате ISO той операционной системы, которую вы желаете записать на флешку для последующей установки на свой компьютер или ноутбук. Нужный вам образ системы вы должны найти и скачать заранее. Но в программе, показанной в этом видео, есть возможность скачать некоторые операционные системы непосредственно из интерфейса самой программы. Далее вам понадобится флешка, которая будет загрузочной. На ней же будет записана ваша операционная система для установки. Флешка подойдет любая, желательно объемом от 8 гигабайт, но в большинстве случаев сойдет и на 4 гигабайта. Ну и конечно же вам понадобится программа, с помощью которой вы сможете создать загрузочную флешку с нужной вам операционной системой. Одной из таких программ является программа Rufus. Это достаточно простая и функциональная программа, в которой сможет разобраться даже простой пользователь ПК. Для того, чтобы скачать программу Rufus, нужно открыть любой браузер и в окошке поискового запроса, можно по-русски, набрать слово Rufus. В появившихся результатах выбираем сайт разработчика и переходим на него. Теперь нужно перемотать страницу немного вниз и мы видим ссылки для скачивания самой программы. По первой ссылке можно скачать установочный файл программы Rufus, он вам понадобится, если вы хотите установить программу на свой ПК. По второй ссылке можно скачать портативную версию программы, в которой не требуется установка на компьютер. Такую программу можно запустить без установки на свой компьютер. Я скачаю именно эту версию программы, вы можете выбрать ту версию, которая нужна вам. Теперь можно приступить к созданию загрузочной флешки. Подключаем нашу флешку к компьютеру и запускаем скачанный файл программы от имени администратора. Программа предлагает проверить обновление автоматически. Здесь нужно согласиться. Перед вами открывается окно программы, где мы и будем настраивать нужные параметры для создания загрузочной флешки. В первом пункте, где надпись устройство, нужно выбрать флешку, которую вы хотите сделать загрузочной. Будьте осторожны, если у вас подключено более одной флешки, то нужно проследить, что выбрана именно та флешка, которую вы планируете сделать загрузочной. В противном случае, при ошибке флешка будет отформатирована и вы потеряете всю информацию, которая на ней хранится. Далее программа предлагает выбрать метод загрузки. Проще говоря, вам нужно нажав кнопку выбрать, указать место хранения ISO образа системы и выбрать его. Но также имеется возможность скачать некоторые операционные системы непосредственно из интерфейса программы, нажав стрелочку рядом с кнопкой выбрать. Среди операционных систем, доступных для скачивания, нет операционной системы Android. Поэтому я заранее скачал образ с официального сайта разработчика. Выбираем нужный образ системы на своем ПК и продолжаем дальше. Теперь нужно выбрать схему раздела и целевую систему. В большинстве случаев, если у вас достаточно старый ПК, подходит схема разделов MBR. Для того, чтобы понять, какую схему раздела выбрать, в Windows 10 нужно навести курсор мышки на значок пуск и нажав правую кнопку мышки, выбрать пункт управления дисками. Далее выбираем диск, на котором установлена операционная система Windows. И кликнув по нему правой кнопкой мышки, выбираем свойства. В открывшемся окне, переходим во вкладку тома. В строке стиль раздела, можно посмотреть, какая у вас схема раздела. Целевую систему, я советую оставить как есть и без надобности ее не менять. В пункте новая метка тома, вы можете сами ввести название тома или оставить то название, которое предложила программа. Файловую систему и размер кластера можно не трогать и оставить как есть. Теперь нажимаем старт. У вас может появиться окно, где программа сообщает, что ваш образ является гибридным и предлагает выбрать режим для записи. Оставляем все по умолчанию. В следующем окне тоже соглашаемся. Все, что вам осталось, это дождаться завершения процесса создания загрузочной флешки. В окне статус появится надпись готов. На этом создание загрузочной флешки можно считать завершенным. Если это видео было для тебя полезным, поставь ему лайк. А также ты можешь помочь в развитии моему каналу, подписавшись на него. Желаю удачи, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok